Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь и это продолжение нашей карьеры за Зенит. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить, что на моем канале вышел очередной выпуск правдивых пенальти, ссылочка на него есть в описании под этим видео. Обязательно посмотрите, поставьте лайк, напишите комментарий, мне будет очень приятно, ну а мы продолжаем. Сегодня у нас три матча за Зенит, ответная игра в 1-8 лиге чемпионов против Валенсии, в предыдущую игру мы вроде победили 1-0, выездная игра против Химок и выездная, либо на нейтральном стадионе будет против Урал в Кубке России. Под предыдущими роликами с Зенитом я увидел комментарий не продавать Дзюбу, но ребят, давайте думать логически. Дзюбе уже там сколько, 31-30 лет, сейчас мы глянем прямо на его возраст, чтобы не быть многословным. 33 даже, что-то я прям сильно так занизил его возраст. 33 года Артеме Дзюбе, поэтому почему бы нельзя его отпустить в Европу? Ведь многие болельщики Зенита и может быть болельщики Артема Дзюба знают, что он действительно хотел там уйти в Англию, в чемпионат Англии поиграть, но почему бы не отдать его вот в Наполе, им интересуется, или почему? Интересные две команды, я бы без проблем его отдал, поэтому в интересный действительно клуб я его отдам. Если там будет какой-нибудь японский, либо китайский клубы, предлагайте, я сразу же отклоню, тоже ради будущего Артема Дзюба, чтобы потом посмотреть, чего он там может быть достигнет. Ну что же, давайте перейдем уже к геймплею, к матчам. Сейчас у нас матч против Валенсии. Да, предыдущий мы выиграли со счетом 1-0, вроде Дзюба тогда забил, поэтому сейчас у нас домашняя игра. Я надеюсь, что у нас получится победить Пиквард. Ой-ой-ой, как же вот это вот обидно. Лунев будет на воротах, оба вратаря у нас не в форме, вы видите, это по показателям, но что я еще здесь вот могу сказать, надо нам вот так сделать, потому что некого уже брать. Ну, я бы действительно вот этим составом, прям стартом вышел, ни у кого из этих игроков нету показателей вниз, именно у нас, кроме Лунева. Ну и все, поэтому вот таким бы составом я вышел на игру против Валенсии. У них ГМР с капитанской повязкой, у нас Ракицкий, а если на Дзюбу, это уже 93. Ну да, то есть здесь Ракицкий прямо у нас капитан, лучше уж пусть будет так, поэтому Зенит, Валенсия, поехали. Итак, Газпром-арена, Зенит против Валенсии. Одна восьмая Лиги Чемпионов и Зенит в шаге до выхода в четвертьфинал. Давно, очень давно, последний раз в 2015-2016 году, вроде в этом сезоне, Зенит вышел из группы Лиги Чемпионов, вроде как попался на Бенфику, если я не ошибаюсь, и вылетели. Вот, сейчас у Зенита обратная ситуация, они могут за долгое время выйти в четвертьфинал Лиги Чемпионов. И мы постараемся это с вами сделать, поэтому сразу же переходим в атакующую тактику и начинаем. Так, Карлос Солер, и какая передача, это сейчас, и это 1-1. И это 1-1, Гамеро забивает, Валенсия сравнивает счет и забили выездной гол. Вот это вот обидно сейчас было, просто провалились, где вообще сейчас был Караваев, почему, ну вот здесь посинговал, посинговал и решил уйти, и Ловрен просто потерялся тоже. Но здесь, наверное, больше ошибка Караваева будет. Азмун с мячом, Дзюба, обратно на Азмуна и Азмун, в штангу попадает, Малком нет, Дзюба тоже нет. Прям не точно играют абсолютно наши игроки. Накрыли же, накрыли, нет. И Валенсия забивает, Солер забивает, это 2-0, и все, Зенит, скорее всего, сейчас вылетит из Лиги Чемпионов, потому что мы не сможем забить сейчас два мяча Валенсии. Азмун, и Азмун не забивает. Ну вот что я здесь еще могу вам сейчас сделать, а? Ну вот просто вот он не забивает. Малком неплохо сейчас пробежал, да, ключевый один из наших игроков сейчас в атаке, но подустал, подустал, поэтому надо заменить. И Лигу они вот тоже сейчас не забивают, ну что еще здесь надо было делать, а? Но нет, 2-0, мы проигрываем Валенсии, вылетаем из Лиги Чемпионов, поэтому второму сезону, как говорится, быть. Моя задача на эту карьеру именно выиграть за Зенит Лигу Чемпионов. По моментам так это и не сказать, просто два момента они действительно реализовали. Кто-то на косяке, ну по оценкам видно, что Бариус 4,5 имеет оценку. Ни у кого нет ниже пяти, только вот у одного Бариуса. Итак, в четверть финал выходит Сити, они вынесли Шахтер, дальше также Челси вылетает, выходит дальше ПСЖ. Наполи, Мадридский Реал вылетел, Бавария проходит, Тоттенхэм проходит, Валенсия, Интер и Ювентус. Но судя по тому, какие команды здесь вылетели, Шахтер, Челси, Реал, Бенфика, понятно, Атлетика, Барселона также и Ливерпуль. Поэтому было бы, не знаю, как-то тяжело здесь, наверное, играть, все-таки такие гранды повыходили дальше, а кто-то повылетал. Поэтому я не знаю, но будем сейчас все силы бросать на чемпионат и на Кубок России, по крайней мере в Кубке России мы еще участвуем. Вот, у нас сегодня будет матч, так что не дай бог мы сегодня вылетим, нельзя нам это. Нам нужно улучшение, здесь Максимилиану Гомес сообщается со Змуном, ну не суть. Так, Лунёва у нас хотят купить в Краснодар, Лунёву 30, только Краснодар им интересуется. Вот, я пока что отменю всякие переговоры, потому что, потому что не до этого сейчас, не до вопросов с вратарями. Вот, сейчас у нас игра против Химок, они идут ниже 10 строчки, мы играем на выезде. Ну посмотрим, что нам сегодня стоит ожидать. Так, ну, Сирентьев на пиковой, давайте его выпустим. У Сантоса вообще ужасная форма, круговой. Выйдет также у нас Чалов. Вместо Бариуса выйдет. Да я даже не знаю, давайте Фодону дадим шанс. Вот, ну вот таким сталом выйдем. Вроде никого таких прям уставших нет. И слушают Ракицкий, да, с капитанской повязкой. Если что, без проблем Ассорио можем выпустить. Поэтому Химки против Зенита. Поехали. Итак, Химки против Зенита. Химки-арена. Игроки московской, так сказать, подмосковной команды действительно заряжены. Зенит не в форме уж точно в последних матчах. Я не знаю, что происходит. Вылетели из Лиги Чемпионов. Поэтому сейчас они бросят все свои силы на реализацию своих целей в чемпионате и в Кубке России. То есть на государственном таком уровне, на национальном, на международном пока что не получилось. Ну и это 1-0. Вы просто посмотрите, как сейчас играют Химки. Ну не могут так они прям играть. И это оборона опять Зенита что-то происходит. Еще и дождь пошел. Паласиус неплохо сейчас в отборе был. И пошел Малком. Погнал, погнал. Отдает хорошую передачу на Чалова. И Чалов. На Дриуси. Дриуси забивает. Как сейчас была вся эта атака просто до конца сделана. Еще и Дриуси. В прошлом матче он вроде против Валентии как раз в штангу попал. Но здесь постыть, как Малком нашел Чалова. Я думал, это Дзюба бежит ниже. Отдаю, как вот эта передача вообще прошла. Ну и Дриуси в касании. В дальний нижний угол. И это 1-1. Молодцы ребята. Еще в первом тайме сравняли. Супер. На Дриуси. И Дзюба. Молодец. Дзюба и Чалов. Еще и голевую. Снова Чалов. Сейчас 2 голевую уже отдал. 31 минута. 2-1. Зенит забивает. Химки посыпались прям вообще. Ну отлично. На характере. Вот здесь вот Ракицкий отобрал на фото. На сбросил фото. На Дриуси. Дриуси на Чалова и Чалов. Вы посмотрите, как аккуратненько. Так же, как и Дзюба. По бильярдному. Прямо сейчас отыграли. И все. 2-1. Зенит уже не проигрывает на выезде, а выигрывает. Спокойно. Ну нет. Забивает нам снова Химки, а. Дидюн забивает, сравнивает счет. Но матч на самом деле-то интересный. Ракицкий на подаче. Подача еще и на ближнюю пошла. И какая подача это гол. Малком забивает. 3-2. 3-2 перед самым перерывом. Зенит снова выходит вперед в сегодняшнем матче. И замечательно. 5 мячей за первые 45 минут. Забивают команды. И Ракицкий. Ну вы просто посмотрите, какой гений. Подобрал мяч. Причем он же и подавал угловой. Аккуратненько так пробросил вперед. Хлесткая подача. И Малком забивает. Малком. Рост у которого там метр семьдесят где-то. Может даже меньше. Ну и подача от Ракицкого просто невероятно на том уровне, на котором и надо было. Потому что выше бы вряд ли у Малком получилось. На уровне головы Малком. Еще и увидел кто там. Штрафной. На Дюбу-то естественно надо было выше подавать. Но все. 3-2. Дюба. Отлично находит пас Андреуси. Какая сквозная передача прошла. Себастьян. Себа. Себа забивает это 4-2. Дюба выдает голевую передачу. Ну просто невероятная игра сейчас у Зенита. Как так? Они проигрывали. Химком 1-0. Здесь сейчас могут победить. Супер просто матч. Свисток арбитра. Победа 4-2. Давно таких матчей вообще у меня не было. Дюба. Малком. Дреуси. И кто-то там еще вот забили. Сегодня. Молодцы ребята. 4-2. Уверенная прям игра. Мне очень она понравилась. Да. Вначале пропустили. Сделали потом счет 2-1. Потом опять пропустили. Но. Молодцы. В любом случае молодцы. Дреуси. Голевой от Чалова. Дюба с голевой от Чалова. Ракицкий. И потом. Да. Дреуси получается сегодня у нас дубль забивает. Чалова дает 2 голевые передачи. Но Дреуси все равно игрок матча. Вот. 7-5 у него оценка. Ну замечательно. Итак. Мы победили. У нас лидерство в 5 очков сейчас. Неплохо. Прям 21. Разница мячей. Это лучший показатель. По крайней мере у нас. Больше всего мы забиваем. Там на второй строчке так идет. ССК у них 32 забитых мяча. Меньше всех. Действительно. Меньше всех мы пропускаем. Это уже радует. Так. У нас переговоры. И предложение по Ракицкому. И с Фламенго нам приходит. Так. О чем мы там решили? Нет. Ракицкий у нас пока что еще не продается. Кого мы там вообще ищем? А то давно же у нас все это. Центральная подача. Да. Мы замену, я так понимаю. Дзюб ищем. Вот. Дзюбу же мы выставили. Это тоже надо вот проверить. А то... Да. Дзюба в списке трансеров. Кстати, Наполи и Лиль что-то перестали. Появляться здесь так. Именно в команды на связи. В списке трансеров у нас Дзюба стоит и... Ну, остальные игроки меня пока что не интересуют. Они в аренде там. Все равно. Так. А кто там у нас в Лиле этот же, да? Сутермин? Нет. Сутермин в Сельте. А кто? Кто у нас в Лиле? Кузяев. Может, Кузяеву было бы в Лиле сказать, давайте Дзюбу ко мне. Было бы интересно сейчас. Но, правда, в следующий сезон Кузяев наоборот покидает Лиль. Возвращается нам из аренды. Так. У нас кубок. У нас кубок против Урала. Они идут сейчас ниже 10-й строчки в чемпионате. Важная игра. Четверть финала, если я не ошибаюсь. Пикфорд на пиковой форме. Это вообще замечательно. Вместо Дзюбу выйдет Шамуродов. Что еще здесь можно сказать? Что Ригони не выйдет сегодня. Давайте вместо Чалова я возьму именно Дзюбу. Вот она сюда. Вот. Поэтому вот таким составом мы выходим сегодня. Игроки заряжены. Урал против Зенита. Поехали. Итак, Урал против Зенита. На нейтральном стадионе мы сегодня встречаемся. Прошлая игра у нас в чемпионате закончилась со счетом 1-0. Мы еле-еле тогда победили у нас. В том выпуске было два поражения. Как раз вот победа над Уралом. Поэтому надо сегодня реабилитироваться перед болельщиками за вылет как минимум из Лиги чемпионов от Валенсии. Победа 4-2 была над Химками. Но вряд ли кого-то она вот прям так успокоит. Поэтому надо сегодня выигрывать обязательно. Шамуродов забивает. Седьмая минута. Элдор Шамуродов выводит. Фунт Петербургский Зенит вперед. Вот она. Вот она замена. Вместо Дзюбы сегодня вышел Шамуродов. И все. 1-0. Реализовал свои моменты на поле. Так. Паласиос. На Азмуна. И Азмун какой галешник еще забивает. 2-0. Девятнадцатая минута. Сердар Азмун делает счет 2-0. И скорее всего мы уже точно в полуфинале Кубка России. Дриуси. И не забивает сейчас. Кто там? Паласиос вроде пробивал. Нет. Это Аздуй вроде. Но все равно. Победа есть победа. 2-0. Шамуродов и Азмун забивают. То есть у нас одно поражение за выпуск. Правда обидное в Лиге Чемпионов от Валенсии. Было бы 1-0. Еще было бы. Ладно. В дополнительное время может быть что-нибудь дорешили. Но нет. Вылетаем. На следующем сезоне будем стараться. Шамуродов игрок в матче. Заслуженно. Появился в старте. И даже уже был полуфинал. То есть мы в финале сыграем со Спартаком. Вообще замечательно. Интересный будет финал. Зенит Спартак. Совсем уже скоро. Так что обязательно подписывайтесь на канал. И ставьте колокольчик. Чтобы не пропускать. А у нас уже апрель месяц. Как будет время. Это быстро летит. Мы практически за выпуск с вами по месяцам идем. Вот. И что там у нас по переговорам. Скауты нам нашли. Центрального нападающего. Дуван Запатон. Но 30 лет сразу же нет. Так. На подъеме там написано. Габриэль Джезус. Интересный конечно игрок. Но денег у нас на него нема. Даже если вот так. И вот так. То есть. Ну 30 лямов все равно придется за него отвалить. Но я добавлю. Давайте добавим все равно Джезус. Если что. В список. Посмотрим. Может быть за Дзюбу там много предложат. Кто знает. Все на этом друзья. Спасибо всем большое за просмотр. Сим Дянкин там прогрессирует. Говорят. Малком и Азмун попали в ежемесячный. Ну в сборную месяца. Ежемесячный отчет у нас здесь что. Прохин плюс один к рейтингу. Караваев минус один. И Шамуродов тоже минус один. Все. Спасибо всем большое друзья за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. Чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Всем счастливого Нового Года. С вами был Андрей. Канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч друзья. Всем до свидания. Продолжение следует.